Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами, завершив один псалом, бежим к следующему и торопимся к нему, потому что он на самом деле для нас такой восторженный, высокий и в то же время дающий нам понимание роста, зрелости. И поэтому 23-й псалом это то, что мы сегодня с вами начинаем рассматривать. Первый стих этого псалма очень для нас значим в сегодняшнем сезоне, в котором оказалось человечество. Господня Земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней. Мы не знаем, кто живет во Вселенной еще кроме землян, но по крайней мере мы точно знаем, что есть духовный мир и он разнообразный, он многообразный и в этом духовном мире есть свои законы, принципы, но вот физический мир, в котором мы оказались, это Земля. Земля, которую доверил Бог людям и мы понимаем, он ее доверил на время и потому мы читаем Господня Земля и что ее наполняет. Я хочу прославить нашего Бога, что если она Господня, то он и наведет здесь свой порядок, потому что эту землю разоряли столько лет. Над этой землей, если можно сказать, издевались столько лет и считали ее просто помойкой, когда выбрасывали в ее атмосферу, выбрасывали в воды, выбрасывали в землю то, что ее травило столько времени и она истощалась из года в год. И потому мы сегодня продолжаем жить на той земле, которую же сами портили. И когда-то были разные высказывания, и люди говорили, когда, может быть, съедят последнего животного или там выпьют последний глоток воды, то что останется? На самом деле мы же, это наша планета, это земля, на которой мы живем, чтобы она нас дальше продолжала кормить и быть для нас в благоволении, надо заботиться о ней. И поэтому у Бога на все есть свои времена и сроки. И если он приходит, чтобы разобраться с теми людьми, кому он доверил планету, то он придет. Он обязательно придет, и у него есть все права и все полномочия, все легальные документы на то, чья это земля. Поэтому Господня земля и все, что ее наполняет. Я хочу вместе с вами утвердить это в своей жизни и в понимании, в понимании того, кто на самом деле правит всеми процессами. С одной стороны, когда он допустил тьме быть в течение какого-то времени, мы не знаем до конца, почему Бог это допустил, почему он дал тьме время. Мы до конца этого можем сегодня не понимать, хотя отчасти понятно, потому что всякая чаша должна наполниться, и чаша беззакония в том числе, потому что судить Бог будет не по мотивам, а по сделанным уже делам. И поэтому мотивы, конечно, сюда тоже войдут, потому что они предшественники дел. И поэтому, когда Господь начинает взвешивать все, что было на этой земле, все наполняющие ту землю, живущие на ней, как себя вели, какие были решения, из каких мотивов выходили, какие дела они могли осуществлять каждый из нас. И поэтому, безусловно, мы не будем отвечать за всех остальных, мы будем отвечать за себя и за свои решения, за свой выбор. Но я хочу еще и еще раз утвердить и напомнить, Господня земля и все, что ее наполняет вселенная и все живущие в ней. Поэтому все подчинено нашему Богу, и духовный, и физический мир, и тот мир, который нам сегодня кажется, может быть, визуально уже разрушенным, но Господь знает, как его восстанавливать. У него есть свои пути, через которые он проведет землю, потому что написано, что земля и все дела на ней сгорят. И это для того, чтобы прибыло непоколебимое, а все колеблемое потрясется. И поэтому я хочу благословлять и себя, и вас, и эту землю на то, чтобы мы с вами могли оказаться в том месте и в тот момент, когда Бог, ради которого момент он дал нам жить в этот сезон и в это время. И вы знаете, что на каждый сезон свои задачи. Если он нам дал родиться сейчас и жить в это время, значит, у него есть для нас конкретное задание, и его не пропустить. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Господня земля, Твоя земля, и все живущие в ней, и во Вселенной, все Тебе принадлежит. И поэтому прошу Тебя, любимый и верный, всемогущий Господь, окажи нам сейчас и покров, и защиту, благослови нас пониманием, что нам надо делать сейчас. Если мы рождены для этого времени, для этого сезона, то нам важно это исполнить. Поэтому прошу Тебя, как того, о котором мы говорили раньше, ты мой пастырь, ты веди меня туда, где мне надо оказаться. Я молюсь сейчас о каждом жителе земли, чтобы каждый воззывал к Тебе именно таким образом. Помоги мне состояться в Твоем призвании и сделать то, ради чего дышу Твоим воздухом, хожу по Твоей земле и творю Твою волю. Да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»